Оказание первой помощи, уход за пациентами, развитие волонтерской деятельности и даже создание ютуб-сериала. Сразу 9 добровольцев Чувашского штаба волонтеры-медики победили в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. Для проведения процедуры нам понадобится игла и две спиртовые салфиатки. Присоединяем иглу, встанем колпачок. Теперь наш шприц готов. Затем по 30 градусным углам вводим. Перевязывать раны, накладывать шины, делать уколы. А зам медпомощи учат волонтеров-медиков. Школа общего ухода за пациентами – проект студента медицинского факультета ЧГО Михаила Корюкаева. Он волонтер городской больницы Новочебоксарска. Мы всего лишь меряем артериальное давление пациентам, но хотелось чего-то больше. Поэтому я задумался, а почему бы не создать проект, который будет повышать наши профессиональные навыки, чтобы нам доверяли более сложные манипуляции с пациентами. Теория и практика школы волонтера-медика состоит из двух частей. Причем полезна она как новичкам, так и более опытным студентам. Данный проект «Школа общего ухода за пациентами» будет реализовываться совместно медицинским факультетом Чувашского госуниверситета. Они предоставляют нам помещение для отработки практических навыков. Все здесь манекены роботизированы. Имеются симуляторы различных практических навыков, которые позволят отрабатывать практические навыки волонтерам максимально приближенным к условиям реальности. Пациента начинающих медиков зовут «Аполлон». Это робот-симулятор. Именно на нем отрабатывают свои навыки волонтеры. Начиная от самых простых – это инъекции и заканчивая полноценными хирургическими операциями. Стоны, шум дыхания, сердцебиение – все как в реальной жизни. «Аполлон» оснащен специальной акустической системой. Данный робот оснащен специальной программой. Управляется он по беспроводному каналу через ноутбук. И в зависимости от заданной клинической ситуации студенты на симуляторах осваивают те необходимые навыки, которые в дальнейшем они должны использовать в своей врачебной деятельности. И отрабатывают они их до тех пор, чтобы в последующем не могли совершать какие-либо врачебные ошибки. Пройдя подготовку, волонтеры-медики смогут оказывать реальную помощь младшему и среднему медперсоналу в больницах. И научатся быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Берем ребенка на руки и аккуратненько делаем поступательные движения. Как видите, у нас все. Из дыхательных путей вылетела деталька. То есть мы ребенка спасли. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.